Дорогие друзья! Дорогие друзья, приглашаю вас в программу «Три сложных вопроса». И гостем нашей сегодняшней программы является Игорь Башлов, пастор церкви Благословения, которая находится в Финляндии. Эта церковь, это служение служит много в Израиле, за пределами своей страны. А мы сейчас узнаем интересную историю жизни человека, который даже не подозревал, что его жизнь приведет в такие места, в такие края земли. И встречи даст ему с людьми, которых он никогда не предполагал, что будут в его жизни. Эта история для того, чтобы вы могли также применить ключи, секреты, ответы для того, чтобы ваша жизнь никогда не была скучной, никогда не была беспросветной, никогда не была безнадежной. Игорь, рада вас приветствовать у нас в программе. Спасибо вам за то, что вы делаете. И я хотела как раз попросить вас, чтобы вы поделились историей того, как боевой офицер, как человек, который привык к командам, к определенному порядку, вдруг совершил такой шаг, шаг к Богу. История такая интересная, и она началась задолго до моего, может быть, рождения, потому что мои бабушка и дедушка, они финны, и они уверовали каким-то образом, это уже их история. И у них не было детей 15 лет, они молились за это, и через 15 лет родилась моя мама. Потом еще трое сыновей, но они, молясь о своих детях, не увидели уверовавших ни одного. Но после смерти уверовала моя мама, как раз когда меня послали в Афганистан служить. И она стала искать защиту, конечно, своему сыну, и вот разными перипетиями, это уже тоже ее история, уверование, она пришла в церковь Гачина, и там встретилась с Господом. А кем она была на тот момент? Она на тот момент, ну, на заводе работала, я не помню, на какой должности. Человек из Советского Союза, в принципе, коммунистическое воспитание? Ну, она не была коммунистом, она была такой активный человек всегда, там, во всех этих советах, во всех председательствующих там была, вот, активная такая жизненная позиция. Ну, вот, как бы, моя служба привела ее к Господу, что у кого защиты искать. Нужна сверхъестественная, да. Нужна вот такая сила, которая может достать меня где угодно. Моя мама пришла в церковь Гачинскую, где на тот момент, ну, наверное, пробуждение уже было, потому что туда съезжались практически со всего Советского Союза люди верующие, почувствовать вот эту силу Божию. И она показывала мою фотокарточку всем служителям, все за меня молились, чтобы там я остался живой. И Бог свершил это чудо. Я остался живой, и там много всяких интересных историй было за два с половиной года моего пребывания в Афганистане. Но тут вот не учла мама такую особенность, что не только за мою жизнь надо было молиться, а и за мое спасение. Потому что жизнь-то хорошо спасена, но какая она была? Это великий вопрос, потому что офицерство, это все гусарство такое, я одинокий, и тут еще при таких деньгах шальных в Афганистане проведя два с половиной года. То есть вы вернулись, и она увидела сына живого, но не такого честного. И она просто поняла, что такая моя жизнь, она ничему хорошему меня не приведет. И меня послали служить в Прибалтику, и опять же сокращая всю эту историю, я дошел до того, что я потерял все. И пошел работать, я уволился из армии, и пошел работать дояром машинного доения, и пастухом, вот такие перипетии жизни. Но самое интересное, что мне это жутко нравилось, потому что это была природа, это было вот, и коровы меня слушались, и вот там я командовал, это было вообще там и смеха, и юмора очень много. Но я просто наслаждался вот этой свободой от погон, от всех этих ответственностей, от всех тех событий, через которые я прошел. Но все равно такая жизнь без ответственности, она никогда к хорошему не приводила. Я просто посмотрел в очередной момент какой-то на себя. Почти 30 лет, ни кола, ни двора, ни семьи, ничего, никакого желания не было. Ну, опять же, сокращая все там мои переживания, просто я понял, что мне нечего делать на этой земле совершенно. И уже готов был расстаться со своей жизнью, там, это другой вопрос, как, чего я приготовлялся. И тут я услышал первый раз... То есть были реальные шаги приготовления? Да, 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 уже все, меня ничего не держало на этой земле. И первый раз, я сейчас, конечно, понимаю, что это был Дух Святой, я услышал внутри себя такой голос, что, ну, ты всегда успеешь застрелиться, повеситься, утопиться, отравиться, съездить домой, попрощайся с родителями. И тут первое чудо, значит, произошло, что я стою в Риге на платформе, как раз такое время было, что все отпускники разъезжали, студенты разъезжали, билетов не было вообще в Питер, и я стою на платформе один, и вдруг говорю, значит, а я слышал уже все эти проповеди мамы и свидетельства людей, и я говорю так, никуда. Ну, вот, Господь, если ты такой вот крутой, как мне мама говорила, вот сделай так, чтобы я на этом поезде уехал. И вдруг в ту же секунду выходит проводница, и как будто на платформе 100 человек стоит, обращается, ну, кто-то еще едет в Питер, я глядываюсь по сторонам, а я один, я говорю, ну, мне надо, а что стоишь, садись. Ну, я-то красавец парень, конечно, запала она на меня, поэтому пригласила, все, сейчас будет хорошо, моя поездка будет замечательная. Но, к моему удивлению, я просто сел там на какое-то место и уснул, и проснулся только в Питере. Вот, и она с меня даже денег не взяла. Даже так? Да, и, ну, я, как само собой разумеющийся, это принял. Но, когда я приехал домой уже, и смотрю, там одно дело есть, которое надо бы сделать, помочь маме, другое. И в очередное, наверное, в первое же воскресенье, мама говорит, ну, отвези нас на служение. И мы поехали. Я сел там на задне, сиденье на самое, и сижу, и тут Дух Святой второй раз мне проговорил. Очень простые слова. Я не слышал, о чем там была проповедь, я вообще ни слова там даже не слушал, я сам в себе там находился. И тут Дух Святой мне говорит, ну, смотри, если тебе твоя жизнь не нужна, ну, отдай ее тогда мне. И вот мое покаяние было именно в этой фразе, да забирай. Я не говорил больше никаких слов, я не говорил вот этих традиционных молитв, там, понимая, да, я там тебя провозглашаю. Мое покаяние было вот в этой фразе, да забирай. Но что-то совершенно уникальное действительно случилось, и оказалось, что Господу достаточно было этого моего позволения, чтобы взять себе мою жизнь. И когда я после служения вышел на крыльцо, я просто увидел, что мир другой. Я не понял, что это такое произошло. Кто действительно, вот как говорят, розовые очки одел. Я увидел, что люди хорошие, я увидел, что, оказывается, небо голубое, я увидел, оказывается, что даже деревья какие-то другие, в общем, все другое стало. И, ну, и, конечно, уже я никуда не поехал. Потом просто я съездил, чтобы забрать свои вещи с Прибалтики. И все, и Господь меня взял в оборот. И как в армии я не был никогда рядовым, я сразу стал командиром отделения, там, и сержанта дали. Так и вот в этой христианской жизни Господь не дал мне никаких шансов, вы знаете, как сейчас любят там сесть на скамеечку, послужить, хорошую проповедь, вот такое время возрастания, побыть младенцем. Нет, Господь мне не дал. На второй же день я уже служил, уже о чем-то свидетельствовал, уже на третий день молился за людей. Потом мне жутко надо было крещение водное, это холод был, служители не хотят. Я их заставил просто, чтобы крещение водное мне преподали. Потом это жажда крещения духовного. Это вообще такие истории, такая учеба Духа Святого была. Но этот огонь такой был сильный, что даже морозы не могли остановить. Да там какой-то, я даже не пойму, что это было, огонь или не огонь. Мне было все равно, я просто знал, что если я отдал свою жизнь Богу, все, она ему принадлежит. Потому что я понимал, что я с ней ничего хорошего не сделаю. Да, это настолько удивительно, что в месте смерти в Афганистане вы выжили. И когда вы приехали в такое благополучное место, Прибалтика, зеленые лужайки, коровы, тут вы стали искать эту смерть. И Бог в итоге вас перевел. Ну, это все вот это банальное, когда смысл жизни вообще ни в чем не находишь. Смысл жизни. Ни в работе, ни в деньгах. Ничто не приносит утешения. Деньги это ерунда. Все эти карьеры, это все ерунда. Это ничего не удовлетворяет. А чтобы найти вот это удовлетворение, когда ты дышишь, и ты знаешь, зачем ты дышишь. Когда ты видишь, и ты знаешь, зачем. Когда ты знаешь, зачем, у тебя сердце бьется. Вот это пришло только после того, как, конечно, отдал свою жизнь Господу. Игорь, я знаю, что вы счастливо женаты уже больше 20 лет. 25 лет 15 января мы справили. Поздравляю вас. Поздравляю. Вы прекрасно выглядите, как, наверное, 20 лет назад. Расскажите, пожалуйста, что вы сейчас думаете. Во-первых, расскажите, как вы выделили Ирину из ряда, может быть, других девушек. То есть, чем все-таки она покорила ваше сердце. И что вы для себя ставили как главные какие-то критерии для той девушки, которая будет с вами всю жизнь, с которой вы хотели бы быть всю жизнь. И вот ключи вашего счастья. Это уже четверть века. Мне нравится мой небесный отец тем, что, как и мы, земные родители, по мудрости своей, мы не всегда слушаем своих детей. Но мы делаем то, как мы знаем, что им будет полезно. Вот так и мой небесный отец. Когда я писал там свои критерии, какой им должна быть моя жена, и такой фигуры, и такие глаза, и такие волосы, и такие способности, и вот такие-таки. Но я просто вот сейчас могу представить себе, как мой папа небесный улыбнулся и сказал, хорошо, сынок, но я тебе сделаю по-другому. И когда я пришел в церковь, мне было почти 30 лет, и там было очень много молодежи такой вот подростковой, 15, 14, 16 лет. И вот среди вот этой подростковой молодежи была моя супруга, которая на тот момент была 15 лет. И первый раз мы с ней... А тебе сколько было? А мне было почти 30. И когда мы с ней вот встретились первый раз, ну, дети и дети, ну, они для меня дети были все. Но интересно, что на тот момент много всяких перипетий в церкви было, потому что как раз родилась церковь-источник жизни Михаила Котова, и с ним ушла часть молодежи. Потом еще часть куда-то отделились, и очень, ну, трепетно так относилась церковь к вот этой молодежи, чтобы оградить их от чего-то. А я такой был жаждущий всего, и я тут ездил по Питеру, приезжали какие-то служители, а я искал это вот где-где-где живого хлеба с небес вкусить. Ну, и они со мной ездили, брал я их, конечно, я получал за это от служителей, но был один такой великий плюс, что вместе с этой жаждой вот этого свежести и воды живой мы еще хотели очень служить. И поэтому каждое воскресенье, а то и на неделе мы куда-то выезжали, в деревни какие-то глухие, мы служили людям. Просто ходили по домам или собирали в этих домах культурах и служили людям, и свидетельствовали, и молились за них, помогали там чем-то. И вот это вот совместное служение, оно, скорее всего, и дало повод нам вот как-то сблизиться. Потому что в последующем, когда мы уже поняли, что мы будем вместе, когда уже дело к свадьбе шло, встал вопрос, как дальше жить. И на тот момент и мама моей, супруги будущей, она такая женщина деловая, там со связями, ну еще не верующая, она говорила, ну вот что это за профессия у мужика языком малость. Много он там денег заработает языком своим. И она там предлагала устройство туда-сюда, там в какие-то блатные места на тот момент. И Бог дал мудрости просто поговорить с супругой и говорю, ну смотри, давай мы с тобой сразу определимся. Или мы служим Богу, уповаем на Него, и Он о нас заботится, и о нашей семье. Или давай я сейчас пойду там на все эти работы, дальнобойщики там туда-сюда, деньги есть у тебя, устройство есть, мужа ты не видишь. Потому что я ухожу, ты спишь, я прихожу, ты спишь, то же самое дети, дай Бог родятся, деньги есть, устройство есть, мужа отца нет. Устраивает тебя? Нет, не устраивает. Я говорю, значит мы делаем решение служить Богу. И вот с тех пор, как мы это решение приняли, еще ни разу Господь нас не подвел. С первого дня мы въехали в однокомнатную квартиру. Это вообще чудо. Когда у нас родился второй ребенок, мы въехали в двухкомнатную квартиру. Это очередное чудо. И когда родился третий ребенок, Господь нам дал трехкомнатную квартиру, а потом перевел просто у нас на служение в Финляндии. У меня три дочери, и они все на выдании. И, конечно, они задают нам вопросы. Вот папа с мамой, как вы там не ухаживали друг за другом? Вот раз, где-то что-то в церкви, потом вдруг сделал предложение и поженились. У вас там что, и свиданий не было? Ну и я пытаюсь им объяснить, что наши свидания все были именно в этих служениях. У нас было очень много поездок и в Швецию, и с группой прославления, и с просто молодежной какие-то поездки за границу. Ну, слава богу, что так. И, конечно, я смотрел, и я наблюдал, и, наверное, самое главное, как я детям своим тоже отвечаю, наверное, на тот момент она была самой адекватной. Адекватной в каком смысле? Что, конечно, все, может быть, мечтали там и о принцах, как это принято молодым девушкам, все мечтали там о том, о сём. А она просто вот в 15 лет полюбила этого дядьку, почти в два раза старше его. И видно было, что это искренне видно было, что это не игра какая-то, знаете, малолетки там, или что-то, что это серьёзно. И когда мы с ней какие-то вопросы обсуждали, разговаривали, я видел вот эту адекватность, что нет никаких подводных камней, никаких там двойных желаний. И слава богу, эти 25 лет они пролетели, и очень много мы вспоминаем иногда сидим, как проходили через какие-то и серьёзные вещи, и смешные. И, не знаю, наша любовь, она нисколько не ослабела, она, наоборот, утвердилась, потому что я считаю, что каждый год он как закрепитель, что ли, как какой-то вот такой клей, как бетон, он утверждает и утверждает и утверждает. Но самое главное решение, потому что все... И посвящение, наверное. Да, вздохи, всё это хорошо, и есть эмоции, и есть всё. И они могут быть как бы скачкообразными. Сегодня у тебя хорошее настроение, ты в домашь и улыбнулся. Завтра какие-то навалились проблемы, и ты хочешь отстраниться. И мы понимаем друг друга. И ещё очень важное, что у моей супруги есть, она слышит Духа Святого. И когда Дух Святой что-то со мной работает, она не вмешивается, она умеет его услышать, голос, когда он ей иногда строгай, иногда мягко говорит, не трогай, я сейчас с ним разговариваю, не мешай, всё. То есть мне есть мудрость, да? Сейчас наше дело. Ну вот я называю это адекватностью. Адекватностью во всём. И в житейском, и в служении, и в воспитании, и в отношении к людям, в отношении ко мне. И сейчас, конечно, уже, как бы, может быть, мы даже подравнялись и в возрасте, и во всём. В зрелости, да? В зрелости, да. И она какие-то вещи говорит мне, и, может быть, я как мужчина, конечно, я возмущаюсь там. Вот, что ты тут мне ещё? Я два раза от тебя, на 13 лет старше, ты мне советуешь. Но я вижу эту мудрость, я вижу, что действительно стоит прислушаться к её этим советам. Игорь, спасибо за вот это очень искреннее. И самое главное, что дети смотрят на нас, и они просто говорят, папа, что нам делать? Что нам делать? Потому что сейчас они видят, что эти парни, парней-то адекватных нет. Да. Вот проблема в чём. И я их успокаиваю, говорю, папа молится, всё нормально. Вы молитесь за женихов, за мужей? Конечно, конечно, за мужей, святилища, да, всё это, конечно, молимся. И я верю, что это время придёт, и всё будет у них хорошо. Правильный момент. Игорь, скажите, вы пастор церкви, вы готовите пары к тому, чтобы они приняли одно из самых важных решений в жизни. Как вы их готовите к тому, чтобы у них не было розовых очков, чтобы они, как вы говорите, адекватно смотрели на те процессы, ситуации, которые у них обязательно будут после вот этого дивного периода влюблённости? Ну, во-первых, вот я такой пастор интересный, может кто-то даже скажет, вот, неправильно делать. Я отказываюсь консультировать супружеские пары. По какой причине? По причине, что всё равно они правду не скажут. Всей-всей-всей, да? Да. Той правды, которая нужна для правильного диагноза и для правильного рецепта. А если они что-то мне не досказали, и я даю им какой-то рецепт, ну, это будет неправильно. Это их не излечит, это не исцелит их брак. Поэтому есть писание, которое очень чётко определяет, что делать мужчине, что делать женщине, что мужу, что жене. И пусть их понимание будет такое. Если они что-то недопоняли, ну, есть Дух Святой, пусть с ними разбирается. Что касается молодых пар, я для себя этот урок принял. И я теперь говорю всем, чем больше вопросов зададите до свадьбы, тем меньше у вас вопросов будет после. И я просто даю молодым парам такое задание. Вот там, ну, в течение месяца задайте друг другу 100 вопросов. Любых, на любую тему. И то я думаю, что 100 – это мало. Надо задавать 200 вопросов. И когда вы пройдёте по этим вопросам, вам станет ясно, кто с вами рядом. Вам станет понятно, что этот человек хочет вообще по жизни. Вам даже станет понятно, искренен он или нет. Потому что, ну, ответ на любой вопрос, если он односложный – да, нет. Это тоже показывает человека. Да, это тоже показатель. Насколько он глубокий, что ли, или насколько ты можешь что-то с него увидеть, его глубину. Поэтому, когда они задают друг другу эти вопросы, они уже потом делают решение, стоит им вообще дальше общаться или нет. Но это работает. Это работает очень сильно. Все эти годы, что вы пастырь. Да, это очень сильно работает. Ну, я признаю, что не так уж много за моё пастырское служение было у нас именно, в наших церквях пар. Но, знаете, интересно, что почему-то, наверное, из-за того, что люди видят нашу жизнь с Ириной, семейную и супружескую, меня приглашают сочетать вообще такие люди, которые, ну, как бы, думаю, а почему? У вас есть свой пастыр. У меня даже одна пара была, финны, и не нашли в Финляндии пастыра, которому бы они могли доверить. Да, финны, которому они могли бы, ну, по финским всем правилам, пригласить, чтобы он их сочетал. И интересно, ну, это, конечно, пророческие тоже такие вещи иногда бывают, что они там тоже мечтали, ну, фраки там, это белое платье. А оказалось, что в последний момент как-то так получилось, что они сочетались в национальных одеждах финских. И когда я это увидел, и Дух Святой говорит, ты вообще, сынок, понимаешь, что происходит? Что они-то сочетаются, ладно, сейчас я тебя сочетаю с этой страной. Вот через вот это, что ты будешь делать, я тебя сочетаю с этой страной. Это был такой вообще уникальный... То есть это было действие и для них, и для вас, да? Да, уникальный момент, и люди, которые вот с нашей церкви, они просто поняли это. А советы, какие советы? Ну, только вот смотреть на те пары, которые действительно прожили жизнь, которые прослужили Господу, с их свидетельствами со всеми. И, конечно, если за эти 25 лет собрать все истории, через которые мы прошли, о многих вещах даже скажут, ты врешь, это неправда, такого не может быть. Как все устраивалось, как вы проходили через физическое. Но мы действительно это пережили, и пережили иногда даже действительно страшные вещи на грани жизни. Чьей? И моей, и дочерей. Ну, это уже духовные вещи, которые, как я называю, проявления духовной войны в физическом мире. Но, слава Богу, мы живы, мы движемся, мы служим. И есть еще очень много дел, которых надо сделать. И вот я хотела как раз об этом задать последний вопрос. Скажите, Игорь, в чем вы видите ваше призвание, и как вы объясняете своим детям, духовным, своим дочерям, как найти свое призвание? Чем старше становишься, тем, как бы, ну, как сказать, опыта побольше и в служении, и в жизни. Вот эти все определения, они все короче и короче становятся. И на сегодняшний день, ну, например, когда я поехал в Елгаву в 90-м году, в библейский институт, я точно знал, что я пастор, проучившись месяц, я в этом не был уверен. Когда проучился полгода, я уже ни в чем не был уверен. А выпустившись оттуда, мне было все равно. Это интересно, школа веры такая прошла. Нет, 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 все правильно, все правильно было, потому что я принял откровение от Господа о том, что вот, например, да, четыре служения, там, или пять служений церковных, там, пастор, пророк, апостол, учитель, евангелист. И все хотят вот где-то там определиться в этом. Но я понял для себя, это для меня, может быть, только для меня, что не я определяю, кто я из этих пяти служений. И даже не Бог определяет, кто я. И даже не Бог. Даже не Бог. Это определяют люди. И я в один и тот же момент для разных людей могу быть пророком, если я что-то пророческое сказал в их жизни. Я могу быть пастором, если я на пастбище его привел и окормил. Я могу быть учителем, если он от меня чему-то научился. То есть это может, это изменение. Это не то, что как некоторые думают, что вот ты пастор и все на всю жизнь. Нет. Это настолько у Бога все гибко, все гибко. И он вот эти дары Духа Святого, он дает как инструменты для того, чтобы оперировать и ставить в позицию человека вот в эти пять пятигранного служения. То есть вы видите в своей жизни все пять на руках Конечно, и глупо было бы мне определять свое призвание ограничивать. А если говорить уже по-серьезному, то призвание свое, я вижу, что я ответ на какую-то нужду. Я решение какой-то проблемы человека. И вот кто-то живет, знаете, что ой, у меня проблема, ой, у меня проблема, дайте мне решение. У меня обратная сторона. Я решение, дайте мне проблему. И когда я вижу эту проблему в жизни человека, я понимаю, что меня Бог свел в эту ситуацию не потому, чтобы я там сказал, вот вы дожились до такой проблемы, а чтобы через меня эта проблема была решена в жизни человека. Это призвание для любого человека, который принял своего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И вся ситуация, любая ситуация, в которую Бог вас ставит, это не только для одной цели, чтобы вы были решением этой проблемы. Пусть так будет. Друзья, это была программа «Три сложных вопроса», на которые дал ответ наш сегодняшний гость, человек, который решает проблемы, проблемы других людей с Богом вместе, Игорь Башлов, пастор и служитель там, где его ждут, там, где его принимают. Будьте благословенны, большое вам спасибо, мы ждем ваши реакции, ваши комментарии, пишите, звоните. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова